Как отучить собаку подбирать земле еду? Что вы легко это и представите, и осуществите. Итак, сегодня я хочу рассказать о том, как создавать цепочку. Что есть цепочка, что я здесь имею в виду? Цепочка это какой-то комплекс действий, нескольких действий, который у собаки запускается одним единственным стимулом. Если вы чем-то занимались со своей собакой, вы наверняка с цепочкой уже столкнулись. Самый первый простой вариант это еще не цепочка, но это уже приближено к ней, и на нем мне легко будет вам объяснить, что это такое. Когда вы начали дрессировать свою собаку, неважно чему вы ее учили, садиться или давать лапу, очень часто наступает момент, когда вы еще ничего не сказали, вы только взяли кусок, ну и встали в такую позу, в которой вы явно готовы уже дать команду. И собака уже делает, уже предлагает это. И вы говорите себе, друзьям, своему тренеру, я еще команду не сказал, а собака уже ее выполнила. Так вот, дорогие люди, вот это же прекрасно. Смотрите, у вас есть кусок, собака видит кусок, и она не прыгает на вас, не пытается этот кусок вырвать. Она предлагает выученное поведение, потому что знает, что за это получит кусок. И предлагает это быстро, охотно, весело и на автомате. Дальше, допустим, вы занимаетесь собакой, и вот такой еще частый момент. Вы научили собаку садиться, и вы научили собаку давать лапу. Это, по-моему, самые вообще популярные навыки домашней дрессировки. И через некоторое время вы видите, что по команде сидеть, собака садится и тут же дает лапу. Хотя вы ее не просили давать лапу, более того, вам это не нужно сейчас. Вот это, ребят, уже цепочка. Вы дали один стимул, вы сказали команду сидеть, а собака выполнила несколько действий. Если вы занимаетесь более серьезной дрессировкой, вы тоже сталкивались с цепочками, какие-то вы формируете сами, желательные вам навыки. Например, по команде рядом подбежать к вам, занять позицию рядом путем разворота, либо обхода хозяина, и начать движение рядом со всеми требованиями, которые к этому навыку прилагаются. Вот хорошая такая цепочка, нужная вам. Цепочки бывают на соревнованиях, когда собака должна выполнить определенную последовательность действий. Но бывают цепочки нежелательные. Например, когда вы тренируете комплекс сидеть, лежать, стоять. И собака начинает выполнять сидеть, лежать, стоять, как Ванька встанька, не дожидаясь следующей команды. Причем часто она даже не угадывает, что вам нужно было, а выполняет то, что ей больше нравится. Ну, кстати, сразу небольшой такой лайфхак от меня. Если вы занимаетесь без тренера и столкнулись вот с такой ситуацией, и действительно вдруг не знаете, что делать. Первое. Вы свои цепочки разбивайте на короткие такие промежутки. То есть не надо все время тренировать всю цепочку подряд. Но если мы говорим про сидеть, лежать, стоять, то не надо все время тренировать сидеть, лежать, стоять. Тренируйте по две команды связки. Сегодня сидеть, лежать, завтра лежать, стоять. Послезавтра опять сидеть, лежать, потом сидеть, стоять и так далее. И второе. Угощайте собаку, примируйте собаку по нескольку раз в каждой позиции. Пусть она не стремится быстро поменять позицию. Пусть она думает, ага, я еще вот полежу, подожду, вдруг еще кусок прилетит. Могу примеры своей практики привести. Когда мне было 13 лет, я со своим роддельтерьером сдавала экзамен по общему курсу дрессировки. И вот не вышли мы сразу, даже на вторую степень, по-моему, на третью сдали. Потому что по команде места, принцип был такой, собака должна уйти по команде места к сумке, которая лежит на расстоянии 15 метров от меня, должна там лечь. Потом я зову собаку ко мне, собака должна подбежать и занять позицию у моей левой ноги. Ну, сейчас, конечно, ретроспективно я вижу те косяки, которые были допущены в дрессировке собаки. И в стрессовой ситуации собака сработала так. По команде места он побежал к месту, лег около сумки, лег так хорошо, тут же встал, подбежал ко мне и занял позицию рядом. Ну, за это нам сняли баллы. Это была нежелательная цепочка. Но, смотрите, то есть собакам, в принципе, свойственно вот это, запомнить какую-то цепочку и выполнять ее по одному какому-то стимулу. И это, ребят, круто, это можно использовать. Что я вам предлагаю делать? Вот вы тренируете отказ от лакомства. Мы с вами остановились на том, что собака должна демонстративно отказаться, отвернуть, например, голову, либо посмотреть вам в глаза. И мы работали с переключателями, которые помогают собаке отказаться быстрее, которые помогают вам воздействовать на собаку на расстоянии. Вот это мой метод, это то, что я к своим собакам применяю. Но есть собаки, которым круто подойдет метод цепочки. Это когда вы собаку просите не просто отказаться от еды, но после этого сделать еще какие-то действия. Например, сесть или лечь. Вот сидеть и лежать это самые ходовые команды, да? Потому что сидеть обычно тренируют прям вот со щенка. И зачастую я в группе даже вижу, когда собаке непонятно, что вы от нее хотите, но она хочет работать, она настроена работать, она садится. Многим собакам так же легко и приятно выполнять команду лежать. И они не садятся, а ложатся. То есть смотрите, что собака вам предлагает. Навык, который вы используете в этой цепочке, должен быть для собаки легким и приятным в выполнении. Честно говоря, кому-то проще давать лапу. Самый экзотический вариант, который я видела и делала, это когда собака, увидев еду, отказывается, потом встает на задние лапы и делает вальс. Просто это с собакой тренировали много лет, это почти единственное, что собачка умела делать. Но зато она делала это с удовольствием, по поводу и без повода это был ее способ поклянчить еду. И еще один момент, дорогие собаководы. Если до этого времени ваша собака клянчила еду у стола, возможно, она использовала для этого какие-то выученные команды. Часто они дают лапу. Это всех умиляет, и сразу кусочки в пасть собаки летят. Иногда садятся ложатся. Мне даже рассказывали историю про собаку, которая, увидев на столе блины, в комнате никого не было, встала перед столом и стала выполнять комплекс весь. Пока хозяева не пришли и это не увидели. Теперь, я надеюсь, вы собаке куски со стола не даете. Вы делаете упражнение пикник и отучаете собаку клянчить у стола. Но те приемы, которые она использовала, чтобы поклянчить еду, вы сейчас можете использовать в упражнении отказ от еды. Как это будете делать? Итак, теперь вы наработали уже хороший отказ. Надеюсь, над скоростью поработали. Вводим следующий элемент. Итак, показали собаке еду. В контейнере, либо открытую уже. Как вы уже работаете, как вам удобнее. Собака отказалась, отвернула голову, либо посмотрела вам в глаза. Вы обязательно ее похвалите за это. Молодец! И после этого даете команду. Сидеть, или лежать, или дай лапу. И потом снова молодец и поощрение. Смотрите, что важно. Ваши действия тоже должны быть цепочкой. Предложили еду, собака отказалась. Похвалили. Первая похвала. Но не угощаем уже. После этого команда и вторая похвала. И вот после этого угощение. Это очень важно. Если вы будете пропускать первую похвалу, если вы не будете хвалить собаку за то, что она отказалась, ее энтузиазм снизится. А нам нужно, чтобы собака была подогрета. Чтобы она, о, меня похвалили, сейчас мне, наверное, дадут еду. После этого звучит команда. Очень важно, еще раз повторю, чтобы эта команда была для собаки простой в выполнении. Чтобы она, не задумываясь, ее выполняла. После того, как собака ее выполнила, снова похвала и вкусняшка. Ну и повторю правила, уже не раз здесь оговоренные. Вкусняшка, которой вы примируете собаку, должна быть либо вкуснее того, от чего она отказалась, либо это может быть та же самая еда, от которой она отказалась. Вот, для кого подходит этот метод? Этот метод подходит для собак трех категорий, наверное. Вот первая категория, это такие служаки. Это собаки, которым нравится работать с вами. Они рады услужить. Они прямо говорят, о, хозяин, давай, дай мне еще какую-нибудь команду. Как только вы достаете сумку с лакомством или игрушку, или какие-то другие атрибуты дрессировки, собака тут как тут, вертится под ногами. Смотрите, ребят, очень, да что очень многие, все собаки, кто у меня в группе занимаются, они занятия со второго, с третьего максимум начинают радостно ломиться в зал. Им там нравится, им там кайфово и весело. Но далеко не все из них такие вот служаки. Они прибегают в зал, такие вот вроде бы готовые работать, но многих из них нужно в работу включать, как-то мотивировать. Я говорю сейчас о собаках, которые вот сами замотивированы прямо на работу. Только скажи, хозяин, в глаза глядят. Такие собаки есть. Обычно это либо собаки служебных пород, либо некоторых декоративных пород. Причем те собаки, с которыми занимались, чей мозг не кис там до года, до трех лет, да, собаки, которых дрессировали. Причем обычно это все-таки собаки, которых дрессировали, используя, ну, активность собаки. Может быть, оперантный метод научения, кликер-дрессировку как его разновидность. Или просто не подавляли активность собаки, а ее использовали все-таки. Вторая категория собак, это собаки легавых пород. Кто это? Это немецкие легавые, это выжлые, это сеттеры, ну, сами дополните. Почему? Потому что, ребят, у этих собак прям породная есть предрасположенность, и мы ее должны использовать. Их породная предрасположенность, вот видишь дичь, еду, еще трепыхающуюся, еще живую, но это же еда. Да, эти собаки не ломятся за едой, они показывают человеку, что там еда, они встают в стойку. Потом по команде они ложатся, чтобы не попасть под выстрел. То есть при виде добычи они ведут себя сдержанно. Да, безусловно, и среди легавых встретятся собаки, у которых эта породная предрасположенность выражена слабо, да. И для них этот метод не подойдет. Но, ребят, если ваша собака легавой породы, и если она проявляет такое поведение, если она делает стойку на оживность хотя бы, да, используйте это. Вот, это уже можно в цепочке использовать. Пусть она у вас стойку делает на еду. А можно и не стойку, можно и стойку, и команда лежать. Супер цепочка. И третья категория. Это те собаки, у которых уже хозяевами выработано было, ну, разумеется, при определенной предрасположенности собаки, такой стереотип поведения. И это в комментариях ваших курсу очень ярко видно. Это собаки, которые согласны отказаться от еды легко, без проблем, если они уверены, что ситуация смоделирована хозяином. Если они уверены, что эту еду раскидал хозяин, или если хозяин первым заметил еду. Так вот, то есть эти собаки готовы работать с вами. Им это не составляет труда, им это может быть даже кайфово, если они уверены, что эту ситуацию смоделировали вы. Если вы научите таких собак определенной цепочке поведения, если они при виде еды будут, например, ложиться, садиться, лапу давать, танцевать, кружиться и так далее, вы покажете собаке, что вы модулируете все ситуации, которые вас окружают. И последнее, чем хороши цепочки? Цепочки хороши, во-первых, тем, что на выполнение их у собаки требуется время. И за это время вы успеете подойти к собаке. Во-вторых, цепочка, запуская определенный стереотип поведения у собаки, разрушает доминанту. Помните, я рассказывала про доминанту, что вот увидев еду, при виде еды, при запахе еды, простите, в мозгу собаки образуется стабильный очаг возбуждения, и прервать этот очаг возбуждения бывает очень сложно. Почему и ваша команда, фу, не всегда далеко работает? Почему нам нужны переключатели? Так вот, цепочка тоже может сработать переключателем. И доминанта не образуется. Еда будет являться просто сигналом, просто стимулом. Смотрите, вернемся к самому началу моей сегодняшней лекции. Когда вы начали дрессировать собаку, взяли кусок, встали в привычную для собаки позу, вот эта еда в вашей руке является для собаки стимулом не прыгать на вас и врывать эту еду, не истекать слюнями вокруг вас, а выполнить какое-то действие. Вот в ситуации, когда мы имеем дело с тремя категориями собак, про которые я рассказала, еда, встреченная ими на улице, тоже может явиться для них стимулом для запуска определенной цепочки действий. Даже если ваша собака будет просто ложиться при виде еды, это все равно цепочка. Она сначала отказалась, она приняла решение отказаться, потом она легла. Таким образом, я прошу вас, если у вас такие вот собаки, вы попробуйте какие-то цепочки и напишите. Напишите, что вы могли бы использовать, какие у вас мысли, какие вот команды вы могли бы использовать. Напишите, что вы, может быть, уже используете. Ну, естественно, я всегда жду видео, с радостью его прокомментирую до 11 августа, комментирую все. И вот что еще забыла сказать, смотрите. Например, у вас есть какой-то навык, который, вам кажется, собака выполняет легко и просто. Как вам понять, можете вы его использовать в цепочке или нет? Вы сделайте этот навык 15 хотя бы раз подряд, а лучше 20, ну 30 вообще оптимально. Но даже если 15, например, команда лежать у вас есть, вы уложите собаку 15 раз подряд, без помощи рук, без наведения лакомства. То есть вы говорите команду, собака падает на пол. Вот если 15 хотя бы раз подряд, без задержки, ну, в спокойной пока, в родной обстановке, собака у вас это сделает, значит, да, действительно, это можно использовать. Если же собака у вас на пятом выполнении начинает тормозить, нет, ребят, этот навык у вас пока в цепочке использовать нельзя. Может быть, вы его доведете до совершенства и введете в цепочку. Но сейчас, если вы попытаетесь ввести в цепочку навык, который для собаки труден в выполнении, вы рискуете загубить все, в том числе отказ от еды. Поэтому будьте осторожны и в то же время будьте креативны, придумайте, что вы могли бы использовать в качестве цепочки. Удачи!